Чем меньше шагов между яблочным соком в стакане и яблоками на дереве, тем лучше его вкус. Сады Придонья. Сок, который мы вырастили. Здравствуйте! Это итоговая информационная программа «Взгляд с высоты» в студии Марина Клинкова. Посмотрим на события уходящей недели глазами моих коллег. Несмотря на начало первого зимнего месяца, тема капремонта продолжает оставаться жаркой. В то время как областные парламентарии уже в который раз пытаются подправить и улучшить принятый еще два года назад закон об организации капремонта в Волгоградской области, жители некоторых домов, которые пришли ремонтной бригады, столкнулись с серьезными проблемами, точнее, последствиями такого ремонта. На уходящей неделе список домов, в которых ремонт кровель привел к подтоплению, квартир пополнился. Так, в одном из домов по улице Гришина, в городе Котельниково, случилось то, что уже пережили жители Урюпинска из-за неоконченных работ на крыше. Квартиры на верхних этажах подтопило. Вот вся грибок начал стену уже съедать, потому что температура 21 градус, не просыхает все под обоями и начинается грибок, оставание обоев. Ну и протекать я уже воду здесь не собираю до второго этажа. Читатели высоты 102 сообщили о таких же проблемах в Красноармейском районе Волгограда, в Урюпинске Волгоградской области, а в минувшую среду разобраться с похожей ситуацией, возникшей в доме номер 20 по улице Мира в Волгограде, попыталась целая выездная инспекция. В данном доме, который, кстати, является объектом культурного наследия регионального значения, уже семь квартир пострадали от подсеков и протекания потолков из-за продолжающегося ремонта крыши. А в квартире номер 123 вовсе из-за промокшего потолка закоротила электропроводку и лишь чудом комната не вспыхнула. Между тем, как выяснилось, новость о подтоплении квартир оказалась для подрядчика полной неожиданностью. А что случилось? Вот я единственное не могу понять, что случилось. Значит, жалоб от жильцу у нас не было ни одной. Ни одной. Единственное, что я был вчера поражен, что вышла в интернет-издание, вышла статья. Кем-то написано, кем непонятно. Какие фотографии, непонятно. Откуда взялись, непонятно. Однако фактом являются шесть составленных актов. По факту причинения ущерба жилью и готовится седьмой. А жильцам остается надеяться, что последствия подтопления будут все-таки устранены. С учетом того, что первый зимний месяц обещают быть вовсе не морозным, можно предположить, что работы по ремонту Кровили в не самое подходящее для этого время года обернутся неприятностями и для жителей других домов. Так почему же вышло так, что крыши в домах стали ремонтироваться именно осенью в сезон дождей, тогда как в теплое и сухое время года, как говорится, никто и не чесался? У руководителя фонда капремонта Сергея Сигаева ответ нашелся. Это связано, как я уже говорил, о том, что работы фактически начинались в августе месяце, поэтому объем работ достаточно большой. Дело в том, что региональный фонд капитального ремонта для определения подрядных организаций на непосредственно сами работы, на разработку проектно-смертной документации, и правовые основания для заключения договоров появились только в мае месяце. Кто должен был готовить эту документацию? Почему она появилась в мае? Я не готов сказать. И вот ведь что интересно. Жителям области до того, как хорошо или плохо сработали чиновники и депутаты, от которых зависело принятие регламентирующего работу подрядных организаций документа, ведь фонд, напомним, собирает взносы жильцов уже второй год. Мало того, ведет активную претензионную работу с должниками. Вот недавно в фонде отчитались о первых выигранных исках, поданных в отношении 27 неплательщиков. Однако на форуме высоты 102 уже гуляет шутка. Я не плачу за капремонт, чтобы мне никогда не сделали такой вот капремонт. Например, как на улице Краснознаменской, где в рамках капремонта сейчас меняют фасад. Нам сказать, журналисты высоты 102, хотя и не являются специалистами в области строительства, сразу заподозрили, что с заменой фасада происходит что-то не то. Например, части нового фасада крепились прямо на плитку, в прочности которой, судя по отлетевшим кускам, можно было засомневаться. И заслуженный архитектор России Михаил Норкин подтвердил наши опасения, категорически заявив, что фасадную плиту необходимо закреплять исключительно на конструкции, а не на отделку, коей является разрушающейся плиткой. Конструкция довольно тяжелая. Ее несущие способности надо проверять путем обследования здания. Обязательно должно было быть конструкции здания. Учитывая то, что за многие годы, когда сколько эксплуатировалось это здание, это уже порядка, наверное, 30 лет, если не более, кирпич стал пористым, неплотным. Поэтому те анкера, которые крепят конструкцию навесного фасада к этим кирпичам, должна быть проверена несущая способность этого кирпича. Михаил Норкин выразил и другие претензии в связи с так называемым обновлением дома. Необходимо проводить постоянный строительный контроль за креплением этой конструкции. Необходимо делать испытания анкеров. Нужно выявить выносливость конструкции этих анкеров. Насколько я вижу, здесь, видимо, строительного контроля нет. На мой взгляд, очень неудачное решение архитектурное, во-первых. Во-вторых, ту нишу, которая образовалась на месте скульптуры, так не делают. То есть, этим самым разрушается тектоника всего фасада здания. Нишу эту нельзя было делать и оставлять. Потому что, еще раз повторяю, задумка всего архитектурного решения здесь нарушена. По мнению заслуженного архитектора России, причину появления проблем, связанных с капремонтом, следует искать в самом фонде. Такое ощущение, что отсутствует какой-либо контроль. Тем более, учитывая то, что здесь закладываются деньги граждан, тут нужно быть очень осторожным. Осторожным в какой степени. Если есть фонд капитального ремонта, выбирает какого-то подрядчика, необходимо контролировать его работу. Необходимо спрашивать с него проектную документацию. Необходимо тщательно проверять его смету. Необходимо требовать от него обследования. И необходимо обязательно проводить строительный контроль. При наличии таких проблем, которые вызывают сегодня ход капремонта в Волгоградской области, вызывают вопросы инициативы чиновников администрации региона по апгрейду действующего в этой сфере законодательства. Например, ряд поправок от комитета ЖКХ в Волгоградской области к региональному закону о проведении организации капремонта был стремительно принят депутатами в первом чтении безо всякого обсуждения. Это при том, что КСП Волгоградской области высказала ряд замечаний к этому проекту. В частности, который касается включения в программу капремонта домов со степенью износа более 70%, являющихся, по сути, ветхими. Так неужели действительно возможно вернуть умирающий дом к жизни? Аудиторы предостерегли и депутата в следующем заключении. Цитата. «Это приведет к удорожанию работ, сдвигу сроков ремонта и потребует дополнительных бюджетных средств». Цитата окончена. Пока неизвестно, прислушивается ли к мнению аудиторов депутаты облдумы. Однако от засеи чиновников ремонтировать практически аварийные дома бросает в дрожь. Если уж гораздо более молодые по возрасту дома чуть ли не в буквальном смысле слова плачут только от парочки видов, проводимых на них работ, то страшно даже представить, что может стать с аварийным домом после такого вот капремонта. Сегодня мы поговорим о теме, которую журналисты информагентства также поднимали в канун 1 сентября. Это тема подготовки школ к новому учебному году, Дню знаний. Как отчитывались накануне нового учебного года чиновники и депутаты, все у нас было в порядке и с подходами подъездами к учебным заведениям, и с освещением территории в самих заведениях и вокруг них. Немалый резонанс вызвал сюжет редакции «Высоты 102» о школе номер 11 в Ворошиловском районе Волгограда. Он был опубликован на минувшей неделе. Напомним, что на улице Комитетскую 58, где располагается школа номер 11, мы приехали по приглашению родителей детей, обучающихся здесь. Как утверждали горожане, и они сами, и их дети, школьники, добираются на уроки и домой, по бездорожью и в кромешной тьме. Ходят в резиновых сапогах с фонариками, потому что иначе без происшествий не добраться. Примечательно, что эта школа, отметившая свой 66-й год рождения, всего в 10 минутах езды от центра Волгограда. Дорога, ведущая вдоль забора этого учебного заведения, хуже, чем, пожалуй, в самой заброшенной деревне. Такая же распутица. Люди возмущаются, и их понять можно. С 90-х годов света вообще у нас нет. Мы ходим с фонарем, у меня лично, у каждого из нас, вот мы ходим как в блокадном Ленинграде. Здесь детский сад, школа, здесь постоянно ходят дети, дети здесь падают, они здесь резвятся в этих лужах. Вообще, на самом деле, это ужасно. Ненормально, что не оборудовано для прохожих, для учеников, для обычных людей, для пенсионеров. Примечательно, что на сайте школы вывешено объявление госавтоинспекции с рекомендациями детям о необходимости использовать светоотражающие элементы на одежде. Настолько этот квартал, в районе которого находится не только школа, но и детский сад, и железнодорожный техникум небезопасен для передвижения. Не видно низги не только вокруг школы, но и на примыкающих улицах, улицы Конвенской, Ордатовской и других в Ворошиловском районе. Но если бы только в Ворошиловском, десятки адресов назвали волгоградцы на форуме, высоты 102 пригласившие журналистов посетить конкретные адреса школ в разных районах Волгограда. Но сразу скажем, не все, о чем сообщали нам форумчане, соответствует истине. Мы приехали в советский район на улицу Волгоградскую 1 к школе номер 58, что на Горной Поляне. Грязи по колено, глубоких луж, о которых сообщали читатели, мы не увидели. А сами жители говорили нам прямо противоположное. Парочку горят здесь, да. Каждый день горят. Пускай не обманывают. Однако многих волнует больше всего другое. К примеру, количество собак на улице, которых дети пугаются. Вечером, когда мы вернулись сюда, все до одного фонаря горели и школы, и окрестности вокруг нее, как на ладони. Светло и на улице имени Кирова, о которой нам читатели рассказывали буквально следующее. Ученики лицея номер 10 идут домой по кромешной темноте. Но вы можете сами убедиться в том, что это не так. Улица Кирова чистая, благоустроенная, и освещение не в пример той же кадетской. А вот на Малом проспекте улицы имени 64-й армии, которая идет параллельно Кирова, ситуация совсем иная. Тут жители правы. Полная темнота, ямы колдобины, грязь. Дети идут с фонариками, взрослые с работой тоже. Даже не верится, что на дворе 21-й век, сообщают горожане, и с ними трудно не согласиться. Дорога освещается только фарами автомобилей. Отсюда с 64-й армии можно срезать путь и пройти в лицей. Но это невозможно сделать нормально, потому что освещения нет, дороги очень плохие, грязные. Приходится светить себе под ноги телефоном, чтобы не угодить в грязь и не упасть. Но очень возмутительно. Вы ходите с фонариком? Да. А как еще? Что-то свет, что ли есть? Вообще, рассказывают кировчане, в их районе с внутриквартальным освещением очень плохо. Не только на улице 64-й армии. К примеру, родители детей, посещающих детский сад номер 75 на улице Адоевского, заявили, что это место для них страх божий. Особенно сейчас, когда время передвинули на час вперед. Уже в 16 часов начинает темнеть, и они ходят практически вслепую. Приезжайте, увидите сами этот кошмар, в котором мы живем много лет, заявили они нам. Ко мне приезжала сестра с Волжского, она говорит, у вас хуже, чем в деревне. Ни освещения, ничего. Вот, и я боюсь выходить, как после пяти, уже темнеет. Страшно идти. Даже дети вот перестали так гулять, потому что темно. Родители переживают. Ничего не делаю, цвету нет, и не знаю, куда идти. Вот здесь идти. Боюсь, упаду. Там и лужи, и грязь. Здесь кисель лазим по этому киселю. Никаких удобств, никакого внимания руководства нашего, там, не знаю, кто у нас заведует светом. Никто просто здесь не ходит из вышестоящего начальства. Напомним, что в ноябре этого года 86 линий наружного освещения в Кировском районе, это 89 километров, были возвращены из частной собственности в собственность Волгограда. Может быть, в связи с этим здесь что-то изменится в лучшую сторону. Но пока мэрия никаких заявлений не делала. У школы номер 100 на улице Турбинной, 182, что рядом с университетским проспектом, тротуар практически полностью разбит. По нему ездят машины, и тоже приходится ходить с фонариками. И это при том, что улица освещается. Во всяком случае, практически каждый фонарь горит. Но не видно ничего. Здесь тоже освещают дорогу машины. Ну вот мы идем с палочкой на всякий случай, чтобы не провалиться. Вот идем, пытаемся погулять с собакой. Не знаю, от чего это у нас, уж кто это должен сделать. Но вот, видите, мы уже писали, мы говорили. А что толку идти с транспарантами? Ну, я ребенка по улице не отпускаю в это время гулять. Ну, лампочки перегорели. Темновато, конечно, возле школы особенно. Вот, забираем ребенка со школы. Братикой тоже, по темноте ходит. Фонари вроде бы светят, но толку нет. И, конечно, жители правы, когда говорят, что темнота, глаз выколи. Все плывут в жижи грязи, и они вправе задать вопрос, который задают редакции. Куда смотрит власть? Ведь страшно отпускать детей одних, хоть караул кричим. Состояние заброшенности, тоски, уныния. И это несмотря на программу «Светлый город», которая где-то застряла, по словам наших читателей. Но на самом деле программа развития наружного освещения «Светлый город» закончила свое действие еще в прошлом году. При этом объем финансирования на 2014 год составил около 21 миллиона рублей. А фактически использована средств на реализацию программы всего 15 миллионов, то есть 72%. И поэтому, когда перед началом очередного учебного года мы рапортуем о том, как у нас все хорошо, наверное, все-таки это не совсем так. В ином случае наш город-герой не называли бы жителей Волгограда и школьники тьму-тараканью и городом, в котором жить совсем не светло. А значит, не радостно. Надеемся, что так будет не всегда. До свидания, до будущей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова